Добрый день! Настоятельно рекомендую давать деньги в долг только под расписку. Почему? Расписка дисциплинирует заемщика. Он вынужден помнить, что не просто договорился о чем-то на словах, но поставил подпись под юридическим документом. Который обязывает его вернуть деньги в срок. В документе следует обязательно указать фамилию, имя, отчество и полные паспортные данные заемодателя и заемщика, сумму полученных денег прописью, дату составления расписки и дату возврата долга, условия возврата и санкции в случае невозврата. Кстати, про условия возврата. Вы имеете право назначить проценты за пользование деньгами. Согласно Гражданскому кодексу, все займы свыше 50 минимальных размеров оплаты труда выдаются под процент равной ставке рефинансирования. Сейчас это 10%. Расписка обязательно должна быть написана от руки. Иначе в суде, если дело дойдет до суда, заемщик может заявить, что документ он видит первый раз и подпись подделана. Поэтому, что написано пером, не вырубить топором. И вот еще что важно. Государственная дума сейчас обсуждает законы, которые ужесточат правила в отношении взыскателей долгов-коллекторов. Им будет разрешено беспокоить должников только в строго определенное время, определенное количество раз и вообще быть тише воды ниже травы. Должников берут под государственную защиту. Те же самые правила распространяются не только на профессиональных взыскателей, но и на людей с деньгами, которые решили просто выручить близко. Так что юридически правильное оформление расписки становится фактически единственной гарантией возврата. Это правило денег.